Добрый день! Сегодняшняя наша тема о введении в криптографию с открытым ключом. В этой лекции мы познакомимся с наиболее важным достижением криптографии в 20 веке. Асимметричной криптографии, вы знаете, какие математические функции называются односторонними и как они используются для шифрования, формирования секретных ключей и цифровой подписи на электронных документах. Цель и лекции. Первоначальное знакомство с принципами шифрования с открытым ключом. В список литературы вы можете дополнительно обратиться с дополнительной информацией. Подпросы к созданию методов шифрования с открытым ключом и основные определения. При использовании шифрования с открытым ключом возникают две достаточно серьезные проблемы. Первая проблема заключается в изготовлении секретных ключей и доставке их у участников информационного обмена. При большом количестве и территориальной распределенности участников информационного обмена, использующих каналы связи общего назначения, например, обычную или электронную почту, часто бывает сложно гарантировать безопасность доставки того ключа и подлинности. Поточные шифры и генераторы псевдослучайных чисел, часть вторая, ключевая в пособии проблемного распределения ключей для синтетичного шифрования, была подробно рассмотрена. Второй проблемой является обеспечение подлинности партнеров при электронном общении. Развитие деловой переписки и электронной коммерции требует наличия методов, при использовании которых невозможно было бы подменить какого-либо из участников обмена. Получатель корреспонденции должен иметь возможность удостовериться в подлинности документа, а создатель электронного послания должен быть в соответствии с состоянием доказать свое авторство получателю или третьей стороне. Следовательно, электронные документы должны иметь аналог обычной подписи. Некоторые криптографы работали над решением этих проблем, в результате чего во второй половине 70-х годов 20-го века были разработаны принципиальные могут подходы, позволяющие решить перечисленные выше и некоторые другие задачи. Основой послужило открытие так называемых асимметричных криптоалгоритмов, или методом которых процедуры прямого и обратного крипто преобразования выполняются на различных ключах и не имеют между собой очевидных и легко прослеживаемых связей, которые позволили бы по одному ключу определить другую. Асимметричные алгоритмы гораздо больше основаны на свойствах математических функций, чем алгоритмы симметричного шифрования, использующие в основном только операции перестановки и замены. Большой вклад в эти исследования внесли американские ученые Утефи и Элла Меркель. Они первыми предложили способы решения обеих задач, которые радикально отличаются от всех предыдущих подходов к шифрованию. Асимметричные алгоритмы шифрования называются также алгоритмами с открытым ключом. В отличие от алгоритмов симметричного шифрования, алгоритмы в шифровании закрыты ключом, в которых для шифрования и расшифрования используется один и тот же ключ. В асимметричных алгоритмах один ключ используется для шифрования, а другой отличный от первого для расшифрования. Алгоритмы называются асимметричными, так как ключи шифрования и расшифрования разные. Следовательно, отсутствует симметрия основных криптографических процессов. Один из двух ключей является открытым и может быть объявлен всем, а второй закрытым приватки и должен держаться в секрете, какой из ключей открытый или закрытый используется для шифрования, а какой для шифрования определяется назначением криптографической системы. В настоящее время асимметричные алгоритмы широко применяются на практике, например, для обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных сетей, в том числе сетей, имеющих служить топоводию для обеспечения информационной безопасности в глобальной сети интернет, в различных банковских и платежных системах, в том числе использующих интеллектуальные карты. Алгоритмы шифрования с открытым ключом можно использовать для решения как минимум трех задач. Для шифрования передаваемых и хранимых данных в целях их защиты от несанкционированного доступа, для формирования цифровой подписи под электронными документами для распределения секретных ключей, используемых потом при шифровании документов симметричными методами. Односторонние функции. Все алгоритмы шифрования с открытым ключом основаны на использовании так называемых односторонних функций. Односторонняя функция, one-way function, называется математическая функция, которую относительно легко вычислить. Но трудно найти по обзначению функции соответствующее значение аргумента. То есть, зная f, x легко вычислить f от x, но по известному f от x трудно найти подходящее значение x. Под словом трудно вычислить, понимаем, что для этого потребуется не один год расчетов с использованием fm. Односторонние функции применяются в криптографии, также в качестве хэш-функции. Использовать односторонние функции для шифрования сообщений с целью их защиты не имеет смысла, так как обратно расшифровать зашифрованное сообщение уже не получится. Для цели шифрования используются специальные односторонние функции. Односторонние функции с луком или секретом. Это особый вид односторонних функций, имеющих некоторый секрет, позволяющий относительно быстро вычислить обратное значение функции. Для односторонних функций с луком n справедливо следующее утверждение. Первое. Зная x, легко вычислить f от x. Второе. По известному значению f от x трудно найти x. Зная, дополучивая некоторую секретную информацию, можно легко вычислить x. Использование асимметричных алгоритмов для шифрования. В 70-х годах XX века Дэйфи и Хеллман предложили принцип шифрования, основанное на использовании двух разных ключей, хотя и связанных между собой, но устроенных так, что вычислить по одному из них открытому, другой закрытым практически невозможно. Этот принцип может быть использован для решения проблемы снабжения пользователей ключами шифрования-расшифрования, а точнее для устранения этой проблемы. Согласно Дэйфи и Хеллману, предварительно распределяемые закрытые ключи вообще не должны использоваться для шифрования данных, так как секрет, который известен более чем одному человеку, уже не секрет. Закрытый ключ должен быть известен только одному лицу, его владельцу. Такой принцип использования асимметричных алгоритмов получил название открытого шифрования или шифрованием с открытым ключом. Согласно этому принципу, любой желающий может зашифровать сообщение открытым ключом. Расшифровать сообщение сможет только владелец закрытого ключа. Пусть, например, пользователи АЭМИ, имеющие возможность обмениваться электронными сообщениями, используют схему открытого шифрования. Как положено, пользователь А должен передать секретные сообщения пользователю Б так, чтобы никто другой не смог его прочитать. Для этого необходимо выполнить следующее действие. Пользователь Б посылает пользователю АСКО открытый ключ У по любому каналу связи, например, по электронной почте. Пользователь А шифрует свое сообщение М полученным открытым ключом У и получает зашифрованное сообщение С. Зашифрованное сообщение С пересылается пользователю Б. Пользователь Б расшифровывает полученное сообщение С своим закрытым ключом Р. Если операцию шифрования обозначить так, как Ф, операцию расшифрования как F-1, то схему протокола обмена информацией между пользователями можно изобразить как на рисунке D1. Как вы видите, схема открытого шифрования. Использование открытого шифрования снимает проблему распределения ключей. Раньше пользователи перед обменами зашифрованными данными должны были каким-либо образом по закрытому каналу связи согласовать используемую секретную ключ. Для этого они могли встретиться лично или использовать как курьера. Если один из пользователей считал, что нужно изменить ключ, он должен был передать новый ключ своему абоненту. Криптография с открытыми ключами все упрощает. Теперь абоненты не должны заботиться о возможности компрометации секретного ключа. Пользователи системы и связи могут совершенно свободно отниматься открытыми ключами и зашифрованными ими сообщениями. Если пользователь надежно хранится у закрытых ключ, никто не может прочитать передаваемые сообщения. Для упрощения процедуры обмена в сети передачи сообщений обычно используются базы данных, в которой хранятся открытые ключи всех пользователей. При необходимости любой пользователь система может запросить из базы открытых ключ другого ключа и использовать полученный ключ для шифрования сообщений. Цифровая подпись на основе алгоритма с открытым ключом. Как и все люди, абоненты сети передачи данных могут не доверять друг другу или вести себя нечестно. Они могут подделывать чужие сообщения, отрицать свое авторство или выдавать себя за другое лицо. Особенно актуальными становятся эти проблемы в связи с развитием электронной коммерции и возможностью оплаты услуг через интернет. Поэтому во многих системах связи получатель корреспонденции должен иметь возможность удостовериться довериться в подлинности документа. А создатель электронного послания должен быть в состоянии доказать свое авторство получателю или третьей стороне. Следовательно, электронные документы должны иметь аналог обычной физической подписи. При этом подпись должна обладать следующими свойствами. подпись воспроизводится только одним лицом. А подлинность ее может быть подостоверена многим. Подпись неразрывно связывается с данным сообщением и не может быть перенесена на другой документ. После того, как документ подписан, его невозможно изменить. От поставленной подписи невозможно отказаться. То есть лицо, подписавшее документ, не сможет потом утверждать, что не ставила подпись. Асимметричный алгоритм шифрования могут быть использованы для формирования цифровой электронной подписи GD3 сегмиджера уникального числового дополнения к передаваемой информации, позволяющей проверить ее авторство. Электронная цифровая подпись представляет собой последовательный вид фиксирования длины, который вычисляет определенным образом с помощью содержимого подписываемого информации и секретного ключа. При формировании цифровой подписи специальным образом шифруются или все сообщения целиком, или результат вычисления хэш-функции от сообщения. Последний способ обычно оказывается предпочтительнее, так как подписываемое сообщение может иметь разный размер, иногда довольно большой, а хэш-код всегда имеет постоянную, не очень большую длину. Рассмотрим подробнее оба варианта формирования ЭЦП. Самый простой способ основывается так же, как и при открытом шифровании на использовании пары связанных между собой ключей открытого и закрытого. Однако роли закрытого и открытых ключей меняются, ключ подписывания становится секретным, а ключ проверки открытым. Если при этом сохраняется свойство, что по открытому ключу нельзя практически найти закрытый ключ, то в качестве подписи может выступать само сообщение, зашифрованное секретным ключом. Таким образом, подписать сообщение может только владелец закрытого ключа, но каждый, кто имеет его открытый ключ, может проверить подпись. Пусть, например, пользователь А хочет отправить в пользу Б подписанное сообщение процедура создания и проверки подпись состоит из следующих шагов. Пользователь А посылает пользователю Б свой открытый ключ У по любому каналу связи, например, по электронной почте. Пользователь А шифрует сообщение М своим закрытым ключом и получает шифрованное сообщение С. Зашифрованное сообщение пересылается пользователю Б. Пользователь Б расшифровывает полученное сообщение С, используя открытый ключ пользователя А. Если сообщение расшифровалось, значит, оно подписано пользователем А. Этот протокол можно изобразить в виде схемы, как на рисунке 9.2. До тех пор, пока пользователь А надежно хранит свой закрытый ключ, его подписи достоверны. Кроме того, невозможно изменить сообщение, не имея доступа к закрытому ключу оппонента А. Тем самым обеспечивается аутентичность и целостность данных. Физическое представление пары ключей зависит от конкретной системы, поддерживающей использование ЭЦП. Чаще всего ключ записывается в файл, которую в дополнение к самому ключу может содержать, например, информацию у пользователей, владельца ключа, о сроке действия ключа, а также некий набор данных, необходимых для работы конкретной системы. Подробнее об этом можно посмотреть в электронной цифровой подпись. Данная владельца ключа позволяет реализовать другую важную функцию ЭЦП в становлении авторства, поскольку при проверке подписи сразу же становится ясно, кто подписал то или иное сообщение. Обычные программы продукта, осуществляющие проверку ЭЦП, можно настраиваться так, чтобы результат исполнения появлялся на экране в удобном для восприятия и виде с указанием поставившего подпись пользователя, например, так. Подпись файла. Приказ долг верна. Автор циклового А.И. На рисунке 9.2 представлена схема формирования так называемой цифровой подписи с восстановлением документа. Цифровые подписи с восстановлением документа, как содержат в себе подписываемый документ. В процессе проверки подпись автоматически вычисляется и тело документа. Если при расшифровании сообщения восстановилось правильно, значит, подпись была верной. Цифровой подпись с восстановлением документа может быть реализована, например, с помощью одного из самых популярных алгоритмов формирования ЭЦП РСА. В случае использования цифровой подписи с восстановлением документа все сообщение целиком подписывается, то есть шифруется. В настоящее время на практике так обычно не делается. Алгоритмы шифрования с открытым ключом достаточно медленнее. Кроме того, для подтверждения целостности сообщений требуется много памяти. К тому же практически все применяемые алгоритмы вычисления ЭЦП используют для расчета сообщений заранее в заданной стандартной длины. Например, в российском алгоритме формирование цифровой подписи в восстановлении этот размер определен равным 32 байтам. Поэтому для экономии времени и вычислительных ресурсов, а также для удобства работы асимметричный алгоритм обычно используйте вместе с какой-нибудь однонаправленной хэш-функцией. В этом случае в начале с помощью хэш-функции из сообщений производной длины вычисляется хэш-код нужного размера, а затем для вычисления ЭЦП производится шифрование, полученное на предыдущем этапе хэш-кода от сообщений. ЭЦП вычисленные по хэш-коду документы называют присоединяемыми цифровыми подписями. Такие цифровые подписи представляют собой некоторый числовой код, который необходимо пристыковывать к подписыванию документов. Само сообщение при этом не шифруется и передается в открытом виде вместе с цифровой подписью отправителя. Если пользователь А хочет отправить пользователю Б сообщения М, выполненное присоединенной цифровой подписью, то процедура создания и проверки подписи должна состоять из следующих самок шагов. Пользователь А посылает пользователю Б свой открытый ключ, угол для по любому каналу связи, например, по литурной почте. Пользователь А с помощью некоторой надежной хэш-код СН вычисляет хэш-код своего сообщения H равный HM. Затем пользователь А выводит хэш-код сообщения H своим закрытым ключом R и получает цифровую подпись С. Исходное сообщение М вместе с цифровой подписью С пересылает с пользователем Б. Пользователь А вычисляет хэш-код H полученного сообщения M, а затем проверяет цифровую подпись С, используя открытый ключ пользователя А. Этот протокол можно просмотреть в виде схемы, как на рисунке 9.3, вторая подпись схема создания и проверки цифровой подписи. Хэш-функция не является частью алгоритма ЦБ. Поэтому в схеме может быть использована любая надежная хэш-функция. Описанный процесс создания подписи не обеспечивает конфиденциальность, то есть сообщения, посланные таким способом, невозможно изменить, но можно прочитать, даже если не использовать хэш-функцию, а шифровать все сообщения целиком. конфиденциальность не обеспечивается, как так. Любовь может расшифровывать сообщения, используя открытый ключ отправителя. Во многих ситуациях приведенные схемы создания и использования цифровой подписи оказываются вполне достаточны, однако бывают случаи, когда пользователь Б может смошенничать. Предположим, что пересылаемым документом был человек от пользователя А, например, за оказанные услуги. Пользователь Б удостоверился, что цифровая подпись на нем верна и использовал его для получения денег. Никто не может помешать позву с любой снять одну или несколько копий подписанного документа, тем более, если документ электронный и периодически с небольшим интервалом предъявлять их в банк для получения денег. Формирование секретных ключей с использованием асимметричных алгоритмов. На практике алгоритмы с открытым ключом редко используются для непосредственного шифрования сообщения, поэтому препятствует относительно невысокая скорость асимметричных алгоритмов при шифровании и расшифровании больших объемов данных. Данный фактор связан с тем, что основной операцией в системах с открытым ключом является возведение в степень побывания в шуме около 500 тысячи битовых чисел, что при программе реализация производится намного медленнее, чем шифрование того же объема данных классическими асимметричными способами. Однако при обработке коротких блоков данных, например, ключей определенной длины алгоритма шифрования с открытым ключом могут использовать используются достаточно эффективно, поэтому часто используют следующую комбинированную схему. Асимметричный алгоритм применяется для согласования ключа сессии, а затем этот ключ вступает в роли секретного ключа для шифрования сообщений асимметричным алгоритмом. Простивший протокол формирования секретного ключа сессии может выглядеть следующим образом. Если пользователь некоторой системы связи имеет доступ к базе данных открытых ключей абонентов системы, предоставляемых центром распределения ключей, то они могут получать из нее открытые ключи друг друга. Пользователь А получает открытый ключ пользователя Б из центра распределения ключей или непосредственного от пользователя Б Пользователь А генерирует случайный сеансовый ключ и зашифровывает его полученным открытым ключом. Зашифрованный сеансовый ключ пересылается пользователю Б пользователь Б расшифровывает полученный пакет своим закрытым ключом. Пользователи А и Б используют согласованный сеансовый ключ для обмена шифрования сообщениями. Схема формирования пароль «Пользователь А и Б» общего секретного ключа «К» для шифрования и расшифрования можно изобразить следующий образ. Следующим образом нарисуемся 9-4 схема формирования общего секретного ключа. Требовник алгоритма шифрования с открытым ключом. Рассмотрев основные способы применения алгоритмов шифрования с открытым ключом, изучим требования, которым должен по мнению основоположников теории шифрования с открытым ключом Дейфи и Хеллмана удовлетворять алгоритм шифрования с открытым ключом. Эти требования следующие. Первый. Вчисновение следует. знает только открытый ключ, и зашифрованные сообщения восстановит исходные сообщения. Из этих общих требований видно, что реализация конкретного алгоритма с открытым ключом зависит от соответствующей односторонней функции. Математиками и криптографами предложено большое количество алгоритмов шифрования с открытым ключом, основанных на различных односторонних функциях. Некоторые алгоритмы можно задействовать тремя рассмотренными ранее в данной лекции способами, в то время как другие могут использоваться только одним или двумя способами. Для этого мы рассмотрим четыре алгоритма с открытым ключом, три из которых достаточно давно применяются на практике. А четвертый вид алгоритмов совсем недавно начал применяться в системах защиты информации. Эти алгоритмы используются обычно для различных целей, что отражено в следующей таблице. Перед изучением наиболее известных алгоритмов шифрования с открытым ключом необходимо напомнить, что все асимметричные алгоритмы основаны на свойствах тех или иных математических функций. Доказательства правильности работы рассматриваемых алгоритмов могут быть достаточно сложными, поэтому мы ограничимся изучением основных принципов их работы. Многие криптографические алгоритмы базируются на результатах классической теории чисел. Основные факты и положения этой теории необходимы для понимания алгоритмов и выполнения упражнений, сформулированные в основные положения теории чисел, используемые в криптографии и с открытым ключом. Итак, изучив лекцию, ответьте, пожалуйста, на вопросы, чем асимметричный алгоритм шифрования отличается от симметричных. Для решения каких задач могут на практике применяться алгоритмы шифрования с открытым ключом? Какие математические функции называются односторонними? Для чего они могут применяться в криптографии? Что такое цифровая подпись? Каков алгоритм формирования цифровой подписи при использовании алгоритмов шифрования с открытым ключом? Каким образом алгоритмы шифрования с открытым ключом могут использоваться для формирования общего секретного ключа у группы пользователей? Какие требования предъявляются к асимметричным алгоритмам? Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok